Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Это видео делаю персонально для тега «Грядущий царь» и для канала «С проростью», а также для канала «Татьяна Арысбург в тренде». Работаем в рамках проекта «Грядущий царь» и наши посланники продолжают мне присылать свои ответы на пять поставленных вопросов. Итак, я сейчас напомню вам эти вопросы, и вы можете поучаствовать в нашем кастинге царей. Итак, вопрос номер один. Что царь даст народу? Вопрос номер два. Как остановить войну? Вопрос номер три. Как восстановить экономику? Вопрос номер четыре. Что такое Дух Святой? Ну и вопрос номер пять. Ваши понятия Бога. Очень важный вопрос, поскольку от него зависит та идеология, которая будет ожидать нас в будущем, на момент правления грядущего царя. Итак, сегодня у нас в гостях грядущий царь по имени Анатолий. Он меня просил не указывать имя, но я вынуждена это делать по той простой причине, что я сама должна в конце концов различать. Те послания, которые мне прислали. Итак, отвечаем на первый вопрос. Что царь даст народу? Знания из книг Библии и Корана. Потому что это две наиболее основные религии. При этом он откроет правдивость написанного, укажет на ложь и покажет золотую середину. Итак, вот из этого ответа мы понимаем, что царь будет работать с богодуховенными текстами. И для того, чтобы урегулировать противоречия между двумя религиями, он снимет противоречия между книгами Библии и Кораном и найдет золотую середину. Так, смотрим второй вопрос. Как остановить войну? Ну, достаточно оригинальный ответ. Необходимо поднять черные флаги мусульманам, участвующим в спецоперации за Россией. Это будет призыв для всех мусульман мира, чтобы обратили внимание на то, что в этих рядах есть тот, кого ждали. Так, теперь мы отвечаем с вами на третий вопрос. Как восстановить экономику нашей страны? Ну, достаточно сжато Анатолий ответил. Я думаю, что в дальнейшем, может быть, он мне пришлет более расширенный ответ. Итак, труд человека должен по достоинству оплачиваться. А не за красивые речи и законы, которые вредят росту безработицы и втаптыванию нищету. Люди мертвы в голове своей, забиты повседневными делами, живут ради утробы и кармана, и дороговизмы, не обращая внимания на соседа, который доедает последний кузок хлеба с чаем или водой. Итак, для того, чтобы поднять с колен экономику нашей страны, в первую очередь, мы должны достойно оплачивать труд. Но при этом и сам труд должен быть не за красивые глазки, не за красивые слова. Люди реально должны работать. Так, смотрим теперь ответ на четвертый вопрос. Что такое Дух Святой? Для меня это душа, искра, которая завела мое сердце в утробе матери. Ну и, наконец, пятый вопрос. Это у нас понимание Бога. Бог – это Отец, Творец и природа, окружающая нас, солнце, воздух, которым мы дышим. Без него мы бы были мертвы. Итак, в понимании Анатолия Бог – это Отец, Творец как личность и весь тот окружающий мир, который мы с вами лицезреем. На этом все. Если вам понравились ответы, то ставьте лайки. Мне бы хотелось, чтобы вы отреагировали на данный видеоматериал. Если что-то вам понравилось, то выделите эту основную мысль для того, чтобы в дальнейшем мы смогли ее применить в нашей жизни. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok